Всем привет, мои хорошие. Этот влог будет, по-моему, вообще трэш-пэнтэш. Во-первых, я снимаю на телефон, потому что я взяла с собой камеру. Мало того, что она у меня была плохо заряжена, я взяла с собой зарядки. Мне это ссувать всё некуда, понимаете? Приветики, приветики. Садись, зайка, сейчас едем уже. Я злая просто сейчас, меня лучше не трогать. Садись, зайка. Садись, Кисенька, давай. Подожди, никакой кнопки. Какая кнопка ещё тебе? Тут вообще на телефоне маме нам запрет что-либо нажимать, ты знаешь. Короче говоря, смысл в чём, что у меня разряжена батарейка. И я, короче, уже такая думаю, ну ладно, разряженная батарейка, набрала с собой зарядки. И телефон у меня наполовину разряжен, я его с ночью не зарядила, потому что было 56%. Я думаю, утречка, у меня быстрая зарядка. Но ты зачем за полчасика всё зарядит? Я, конечно же, забыла, я только перед выходом поставила её на 5 минут. Ну, в общем, я набрала с собой зарядки. И сейчас я достаю свою камеру, чтобы снимать вам блог. И что вы думаете? Поставьте паузу, нажмите вот в комментарии и напишите, что вы думаете, что произошло. Внимание. Да, я забыла SD-карту свою. Потому что вчера я вам монтировала видео, записывала кусочек прощания. И, в общем-то, удачно. Так, и время уже, короче, я опаздываю. И на улице жуткий ветер. Жуткий просто ветер сносит с ног. Обычно я в такую погоду сижу дома и никуда не выхожу. Но сегодня мы договорились с Ленусиком и встретиться. И я вообще-то хочу кое-что купить из обуви. И сейчас, Денька, в бассейн на час. Мы, естественно, опаздываем. Час, наверное, не будем купаться. И еще один момент, который произошел, чтобы вы понимали все горе, которое у меня сейчас происходит. Денька, я ему дала и говорю, Денечка, на это ты будешь нести. Здесь, чтобы вы понимали, со вчерашнего бассейна мокрые вещи. И он успешно это оставил в машине. Я сегодня собираю и думаю, так, а где эти вещи? Не могу найти. Думаю, да ну нафиг, мы что забыли? Я отчетливо помню, что я вытащила из сумки. Так оно сейчас ледяное. На улице еще мороз, блин. Я не знаю. И, соответственно, полотенце. А полотенце где? Короче, я не знаю сейчас, как мы будем выкручиваться. Я возьму, наверное, свой халат. Буду халатом его вытирать. Мокрый. Ну, все равно мы как бы купаемся. И трусы все равно мокрые. Мы в бассейн уже заходим. Сейчас я просто в горячей воде их сполосну. Надеюсь, они не воняют сыростью. Ну, короче, полный трындец. Оставайтесь со мной. Вот, смотрите, девочки, что произошло с нашими плавочками. Понимаете? Сейчас я в горячую воду. Давай, Лишка. Я хочу ручку. Я хочу ручку. Молодец! Ух ты! Ты так прыгай, Мишка. Смотри, что ты проплыла. Очень много. Очень много. Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, что такое? Слову поднимай. Поднимай мокру. Сегодня хорошая новость. Зашла в свой директ инстаграм. И мне пишет моя одноклассница с Америки. Помню, последний раз. Они на Манхеттене. На Манхеттене жили. Интересна жизнь на Манхеттене, как из песен, да? Она хотела бы жить на Манхеттене. Вот. И она услышала, что я хочу английский учить, практиковать. И она тоже говорит, я когда приехала в Америку, совсем плохо знала английский. То есть могла сказать, как меня зовут. И главное во всем этом, это практика. Вот. Она живет в Америке и говорит, что в Америке тоже, ну, как бы, грамматика это хорошо знать, да? Но в Америке даже делают много ошибок всяких разных. И я так поняла, что не особо там. Главное, чтобы друг друга понимали. Вот. И она говорит, если хочешь, со мной попрактикуй. И вот мы общаемся на английском. У меня какой-то подъем такой внутренний, да? И да, я заметила, что мне на слух очень тяжело. Да, и говорить когда тоже мне очень тяжело. Кстати, девочки, кто знает хорошо английский, кто хочет немного подзаработать, я уже писала в Инстаграме пост, но не все из вас есть в Инстаграме, кто хорошо знает английский и может синхронно переводить мои ролики. Ну, то есть, к примеру, там, ну, то есть, действительно, хорошо надо его знать. Не обязательно, там, супер правильно все говорить. Главное, я хочу озвучивать свои ролики. Вот для чего я вам говорю это, да? Синхронный перевод, эмоциональная озвучка должна быть. То есть, ну, грубо говоря, включаете мой ролик, в наушники вставите себе, да? Да, включаете диктофон вот здесь, и все. Вот я что-то говорю, а вы там, hello, with you Selena's way, and right now we will sing, там, что-нибудь, да? Вот, я сейчас готова немного платить за эти ролики, за каждый ролик, но я готова платить. И если кто-то... Сейчас, зай. И если кто-то знает хорошо английский, я думаю, что это займет не так много времени у человека, чтобы вот так синхронно перевести, да? Ну, я там что-то повырезаю, там, минимальное. И вот хотела бы такую озвучку. Ну, естественно, голос важен, чтобы это был не ребенок, да, и не мужчина. Я ищу все-таки девочку. И такая, чтобы эмоциональная была озвучка. Вот, так что, если вы хотите подзаработать, может, даже попрактиковать тем самым свой английский, попробуйте сделать это там сами, да, на своем ролике. Посмотрите, как у вас получается. Если неплохо, то напишите мне на почту. Почта у меня в ссылке, под видео находится, да, в описании. Либо в директ в инстаграме, кто не видел эти сторисы, пост. Вот, либо, ну, либо все. Эти два варианта. Вот, пообщаемся по поводу оплаты, там, и так далее, попробуем голос, вот, кому интересно. Потому что сама я просто синхронно не могу переводить. А если я буду свои ролики переводить и озвучивать, не, ну, вариант, может быть, это просто очень много времени у меня займет, понимаете, у меня нет столько времени. Я могу, конечно, перевести все свои ролики, позаглядывать 300-500 раз в этот, в словарь, узнать, какое слово как переводится, да. То есть мне даже больше, там, вот, словарный запас, мне его не хватает, да. А как строить предложение, вот, там, как бы, это, мне кажется, не очень сложно. Блин, это просто ужас, какой ветер на улице, страшно выходить. Кажется, что машину может снести, вы представляете? Там МЧС ничего нет, не это, просто смотрите. Вон, Денька аж качается, да? Качает машину нашу? Вот, ладно, все, мы едем в торговый центр, а Ленусик Хэппи уже там. Девочки, самое интересное, что сейчас вот в моем районе был жуткий ветер, снег, просто хлопья снега, страшно выйти. А вот сейчас, я извиняюсь за грязную машину, просто как-то нет времени, погода, то погода, то нет времени. Уже ее давно пора помыть. Вот, если бы мы ехали сейчас в Мегу, в торговый центр, то там бы я отдала и помыли бы мне машину. Так как в горизонт, там мойки, по-моему, насколько я знаю, нет такой, чтобы отдать машину, по торговому центру походить и потом за ней приехать. Короче, смысл в чем, посмотрите, какая погода ясная. Не снега, ну ветер как бы есть, я вижу, вот, видите, летит, что-то тут летит на дороге. Ну и как-то вон у девушки сильно волосы, вот сейчас она шла через дорогу, не разытовались, не разытовались, слова потеряла. Не, не размахивались, не размахивались волосы на ветру у девушки, вот, ну как бы вот чуть-чуть. А вот сейчас, кстати, заезжаем, а вот я смотрю, уже и хлопья летят. А сейчас ехала вот Ленина и, это все Ленина, по-моему, да, это все Ленина. И нету ничего из того, что было у нас. Ну что, мои девочки, смотрите, какие красоточки тут у нас. Мы сели покушать, Ленусик Хэппи, с Машулей, красотулей. Машуль, скажи всем привет. Нет. Нет, ну ладно, ладно. Доченька, рада. А что делает Дэнни? Дэнни укутался в мою новую куртку и спит. Слушай, сейчас дядя... Дэнни, ты все, спать? Кисян, ты спать? Да. Девочки, полная посадка на двух этажах в гайдпарке. Вот это не кайф. И нам 35 минут ждать свою еду. А мы с голоду помираем на минуточку. Надо пофоткаться. Ленка, тут красиво, да? Да, тут классно. Ну, блин, как тут красиво. Ой, девочки, принесли куриные котлетки. Они повкуснее крабовых даже будут. Мы с Леной вместе заказали. Помидорчик? Курешку? Ребята смотрят мультики. Дэнни уже съел свои блинчики. Сейчас пойдем погуляем. И потом еще будем кушать. Дэнни, а у нас не ищет легких путей? Слушай, я так смотрю на него сзади. Он такой здоровый, такие ноги уже здоровые. Как у Тимура прямо, у племянника. Ой, 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 ой. Ага. Потому что надо аккуратненько на попки скатываться. Вот, смотрите, видите, как он залазит? И простых путей он не приемлет. Скалолаз. Прошел час пятьдесят. Дэнни мокрый просто, но уходить не собирается. Но мы всего на два часа взяли, поэтому вариантов нет. Мы уже с Ленок тут сами устали, как не знаю кто. Смотрите, какой прикольный домик. И вот Дэнечка на щоле уже заговариваюсь. Прикольную микроволновку. Она, смотрите, какой звук источает. Источает. И звучает. И звучает. Прикольная. Представляете? Вот. Дэнке такую надо, чтобы он взрослый и не игрался. Мороз, девочки, просто триндец. Что у нас творится? Ленок вон туда ушла на парковку. Хорошо, я машину на парковке оставила. Ее сейчас не надо чистить. 150 рублей час, но... Слушайте, как красиво в рожу прям все это дело идет. Иди, иди! На парковку заходите! Зима! Зима! Я в первый театр. Здесь уже хоть не метет. Эй, ну хватит. Ты же до мороза не знаешь, что ли. Вон машинку в тепло. Чуть моя не подвела меня. Так, девочки, день следующий. Сделала заказ. Короче, мне не прислали то, что в заказе должно было быть из мясного. Поэтому мы изощряемся из того, что у нас есть. Показала Ленок, как я вот в таком термомешке делаю за 7 минут потратила, чтобы запечь вот так картофель. Она офигела. Сделала тоже за 4 минуты, даже за 3. Запекла вот так вот в микроволновке грибы, шампиньоны. Тунец вот мы сейчас порезали. Сейчас чуть-чуть остынет. Почищу картошечку. Мы вот так все сделаем нарезочку. И будем... Такой у нас... Ну, это обед вообще, да? Не завтрак, уже обед. По времени обед, но на самом деле мы еще толком не завтракали, поэтому... Так, ну все, крошечки. Вот так у нас закусочка такая. Помидорчики, грибочки, картошка. Она не вся, конечно, какая-то. Ну, внутри же я не вижу, какая она, да? Оказалось. Но мы сейчас самое вкусное съедим, а все невкусное выкинем. Красная рыба, тосты сделала в тостере. И вот по желанию какие-то соусы. Я достала такие. Вот это у нас виола, карри, манго, веганесс, растительный продукт, сметана, грибы, если кто-то захочет. И бургер, соусы настровато немножко. А все, садимся. Такой у нас сухой завтрак. Так, смотрите, Ленок решил вот это приготовить едой. Я говорю, давай по своему рецепту. Да, там уже 2017 год. Так, ну что, девочки, вот наше блюдо готово с картошечкой. Решили сделать этим. Так, смотрите, что у нас получилось. Сейчас буду пробовать на вид, очень вкусно, по запаху тоже. Если сейчас получится прям по вкусу best the best, то я буду так всегда готовить. Девочки, я тут пропала на пару-тройку часов. Хочу похвастаться, что же я сделала. Так, во-первых, я сделала вот такого человечка. Ну, это лайт. И не найду некоторые детали. Потом я усложнила себе задачу и сделала вот такую машинку. Смотри, День, какая машинка крутая. Да? Крутая машинка ездит. Ну, а потом я решила не мелочиться и сделала паровоз. Смотрите, как он ездит со всеми колесиками. Ну, только не ломай, Кисю. Соединяй. Поехал, паровоз. Давай, соединяй. Все, поехал. Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Короче, вот чем я занималась. Сейчас пойду укладывать малыша спать и кое-что вам расскажу, куда мы завтра. Ой, видончик у меня, конечно, девчонки посидела. Значит, я это лего пособирала. Увлекательная, кстати, тема. Денька особо так еще не собирает. Он больше там что-то в коробочку их сложит, там что-нибудь разложит, по цветам разкидает. А вот так, чтобы собирать по картинке, он что-то не особо ему нравится. А мне нравится, зато он играет потом с тем, что я собрала. В общем, ладно, что хотела сказать. Завтра у нас начинается... Начинается изменение моей жизни. Ладно, на самом деле, завтра мы идем первый день в садик. Да. Прием деток с 7 часов до 8.15. В 8.30 уже завтрак. Я, кстати, в группе спросила, не одна, одна женщина спросила, можно ли после завтрака приводить ребенка. Я написала, что да, есть ли какие-то варианты приводить детей позже. В общем, интересен этот момент. Но в любом случае, я собираюсь перестраиваться. И вот сейчас время 10 часов вечера. Я уже собираюсь идти укладываться с Денькой. Но не знаю, во сколько мы ляжем. Мы уснули с ним вместе. Но теперь, по возможности, нужно, ну, не так, что уложила его, и встаю, и пошла делать свои дела до 3-4 ночи, да. Это будет, конечно, очень жестко мне потом встать. Можно даже не ложиться, провожать его в садик, и потом спать до вечера. Может быть и правда, такой график будет проще. Посмотрим, ладно. В любом случае, я понимаю, что для организма, для здоровья очень хорошо соблюдать вот эти какие-то биологические часы, вставать пораньше на рассвете, 6, отлично, 5-6 утра, отлично, да. И ложиться там до 23 часов вечера. Поэтому я постараюсь поменять график. Что, мои хорошие, все, мы ложимся спать. Вообще не знаю, как сейчас мы уснем, во сколько я встану, как я себя буду чувствовать. У меня кофе, кстати, осталось на одну кружку. Мне надо обязательно завтра как-то доехать до ТЦ и купить кофе. Потому что у меня кофе, который я беру в Кантате, оно, я знаю, что оно есть только в торговых центрах. Я даже не знаю, где еще его можно купить. Надо сразу поехать, блин, и купить. Вот. Еще я заказала себе вещички на Айсос вчера. Сделала заказик. Обувь и джинсы. Я, если помните, там, в общем, долго искала джинсы. В Бершке мне очень нравились. И потом, когда все-таки я одни сначала померила, другие померила, и, короче, все-таки, когда я решила их брать, думаю, да, они мне нравятся, я хочу, чтобы они у меня были. Я прихожу, и в Бершке нету вообще нигде. Во всех Бершках, в которых я была, просто все их разобрали. Я такая думаю, ну, все. А тут я начала искать себе там бежевые боты. И в Заре тоже все распродали. Ну, такие типа моих черных, только бежевые под светлые какие-то луки. Надо, чтобы были. И в итоге тоже нигде нету. Я такая думаю, такая плохая погода. Мне прям захотелось все очень сильно. И в итоге я зашла сначала на Wildberries, что-то ничего там не нашла. Зашла на Asos и прям увидела, вот прям понравились они мне по картинке. Но я ни разу там ничего не заказывала еще. Поэтому я сделала заказ. Две позиции. Вот джинсы с разрезами, да. И это обувь. И, в общем, не знаю, что мне придет. Угадала ли я с размером со своим, потому что там евро размеры. Будет аж только через... Сколько сегодня? Аж через две с половиной недели ожидаемый срок. Аж в марте. Какие две с половиной? Три недели. Короче, еще совсем не скоро. А деньги уже забрали. И придет ли то, что я хочу или нет. Может, уже к тому времени жарко будет у нас, не знаю. Ну, короче, решила сделать заказ. Не знаю, чисто институтивно почувствовала, что прям надо сделать. Я надеюсь, ботинки придут не тяжелые. А размер я правильно заказала, потому что я не помню, какой размер джинс я мерила. Надеюсь, мои 36. Вот, шестерка. Размер шестерка. Вот. Все, ложимся спать. Буду держать вас в курсе. Влог продолжается. Я думаю, что завтра я отведу его, в конце концов, в садик. А, и, кстати, пришел ответ, что, да, в садик принимают с 7 до 8.15, и уже, типа, в 8.30 у них завтрак, и потом начинаются в 9, что ли, или во сколько-то, да, в 9, начинаются занятия. И, типа, воспитатели, их двое воспитателей у нас в группе, да, они работают посменно, и по одному, я так поняла, не вдвоем, а посменно. И они не могут, у них не будет возможности, то есть у детей занятия всякие, то есть у них не будет возможности спускаться там из группы, встречать кого-то. Ну, то есть воспитатель всегда должен быть с детьми. Я так понимаю, да. Поэтому нет у них возможности ходить и открывать двери. Двери закрываются в 9 или сколько там, в 8.15, короче, да, они принимают, все, двери закрываются, и все. Типа того. Не знаю, расскажите, как у вас в садиках, интересно. Доброе утро, мои хорошие. Время сейчас 7 утра. Я встала в 6.30, уже полкружечки кофе выпила, и, ну, полчаса назад, в общем, я встала, собрала пока все вещи, все, и Денечку разбудила только что, да? А я хочу... Спать? А в садик пойдем? Нет. Как нет? Пойдем с детками поиграем чуть-чуть, потому он придет с тобой, хорошо? Да. В общем, всем доброе утро. Сейчас будем выходить. Я решила, что буду водить его в садик где-то к 7.30, ну, то есть к 8, да, в 7.30 выходим. Вот так я решила. И тогда мы будем всегда вовремя. То есть не буду в последний момент идти к 8.15, прям, чтобы передо мной дверь не закрыли. Вот. Ну, в общем, нормально. Встала я под будильник, но я очень-очень с вечера сосредоточилась. Прям так, настрой у меня был просто стопроцентный. Поэтому я прям встала, 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 прям. Никаких мыслей себе не давала полежать, поспать. Одна мысль проскочила, что, может быть, мы сегодня не пойдем, но я ее сразу отогнала и встала, как бы, и все, пьем кофе. Доброе утро, смотрю по первому каналу. Я сто лет не смотрела доброе утро. В общем, уже тепло одеваемся. Сейчас Данька чуть-чуть раскачается. Он утром у меня не завтракает особо, не ест. Как раз к 8.30, когда все детки будут кушать, он что-нибудь, я думаю, похрумкает. Сейчас я ему просто водички дала. Сама кофе. А сама кофе пью. Короче говоря, хочется скорее поделиться. Блин, я иду, просто у меня слезы наворачиваются, еле сдерживаю себя. Ой, отдала малыша. Он сразу, как придет, там столько детей и взрослых. Наша воспитательница сегодня заболела, представляете? И вышла, может быть, заведующая. Ну что, я Даньки же не поняла, потому что много детей приводят. Сегодня много кто в первый раз. На улице мороз, но у меня губы сводят. Не обращайте внимания. И Данька такой уже растерялся. Сначала все нормально, в садик, в садик. Идем, идем, встали, все хорошо, идем. И когда все, давай ручку, иди. Он, нет, схватился за меня. И нет, такой, прям, капричный. Я говорю, зайка, чуть-чуть побудешь, с детками поиграешь. Я с тобой скоро приду. Ой, ну, воспитательница молоденькая там какая-то, Ирина. Ирина запомнила. Вот, мне понравилось поэнергетически. Она такая, иди ко мне, пойдешь за ручку. И она его на ручки прям, короче, взяла и повела. И столько детей, я там пакет отдала. Другой человек взял пакет. Ой, мы заменим, не волнуйтесь, все нормально, типа, воспитателя заменим. Сейчас все найдем, все круто. Ну, такие, быстро, оперативненько, все. Дети все идут и идут. Я, короче, стою там такая. Да, смотри, он уже успокоился. Но я стою там такая и думаю, блин, не перепутают ли они пакет? Не забудут ли они, как зовут моего малыша? Сколько в группе человек, я не знаю. Я хотела задать вопросы. Вот. Естественно, короче, не с пустыми руками. Я не могу ходить в садик с пустыми руками. В первый день, как бы, мне нужно презентики взяла, там, печенечки, шоколадки. Вот. Короче, не знаю, как пройдет день. Она говорит, а вы в садик не ходили? Я говорю, у нас год перерыв был. Она такая, а, ну вы, говорит, на полдня, наверное, да? Я говорю, ну да, если что, раньше звоните. Вообще в обед, как бы, да, в час где-то собираюсь его забрать. Но, говорю, если что, раньше звоните, я раньше приеду. Короче, я вся на нервах. И меня не пустили, главное. Одевайте бахилы. Я ребенку одела бахилы и сама такая начинаю одевать. И там заведующая или кто, она такая, а вы, мамочка, не одевайте бахилы, мы вас не пустим. Я говорю, да. То есть вот прям с порога просто отдаешь ребенка, и какой у него шкафчик. Вообще хочется посмотреть. Ладно, сейчас приду домой и поделюсь. Фух, пришла домой. Ой, девочки. Мне кажется, я внутри сама переживаю больше, чем Денька. Он уже, наверное, успокоился, там уже увлекся чем-нибудь. А я у меня прям, знаете, ком такой в сердце. Прям сжала вот так вот. Прям реально переживаю. А плакать хочется, еле сдерживаю себя. Короче. Просто потому, что ты не знаешь. Я не представляю, как там все обустроено, как сделано. И я такая думаю, что, не знаю, расскажите, поделитесь вашим опытом. Как вообще, мне кажется, должно быть какое-то собрание, наверное, да. Непосредственно познакомиться с воспитателями, да. Которые будут с твоим ребенком целый день проводить. Интересно, как проводится у них весь этот день. То есть какое у них расписание, какое у них меню. Хочу знать. Я не знаю, вот садики, в которых даже я забирала кого-то, в государственном садике мы не были, да. То есть частные-то, я так понимаю, совсем другое у нас. Мы заходили в раздевалку, мы переодевали деток. Мы отдавали непосредственно в руки нашему воспитателю. И плюс дальше, как бы, даже можно было заглянуть. Там первая была комната, где они занимались музыкальные, да. Там зарядку делали, то-се, аппликации какие-то, да. И уже по камерам видели вторую комнату, ну, как бы, наблюдали. Поэтому не было такого, что просто там вот... Мил, успокойся. Кусают меня. Ругаются, наверное, что без Дэни пришло. Это... То есть, как бы, ты всё видишь, всё контролишь, да. Где твой ребёнок, ты постоянно за ним как... Да, Мил, ну ты чё, кусаешься, мне больно. Понравилась ей штанина моя, что ли, или что? Больно кусала. Вот, и хочется, как бы, да, с... То есть, познакомиться непосредственно со воспитателями прям конкретно. То есть, получается, я их сегодня не увидела, воспитателей. Вот, и шкафчик, как он выглядит, да. И комната, где они играют, и где они кушают, и где они писают, и где они спят. То есть, всё интересно, да. Весь процесс, как он проходит, чтобы я хоть в голове представляла. Так, если он сейчас играет, он здесь, там, если... Ну, как-то, не знаю, мне хочется это знать. Это проходят такие собрания как-то, да, там... Короче. А так, получается, на входе отдала ребёнка. И как там дальше? Неизвестно. И вот эта неизвестность, она немножко напрягает. Вот. И, короче, это... Стояла там, выглядывала его. А я говорила, да, я зашла. Я стою, выглядываю, и вот эта вот воспитательница, которая взяла его на руки, она говорит, всё, и типа они уже зашли. Я говорю, вы запомнили, как моего зовут? Она говорит, да, Дэнни. Я говорю, а пакет белый, который я дала... Ну, это... Вы запомнили, что это у нас? Я говорю, да, мы подписали. Ну, ладно. Ну, ладно. Блин, девчонки, я на самом деле на нервике каком-то. Кстати, девочки, я помню, что хотела вам показать. История про обувь, которую, ну, в первый раз я воспользовалась возвратом, обменом, вообще, как это делается, всё узнала. Потому что до этого я брала всё в Фаберлик, и всё мне идеально всегда подходило. Вот эту обувь я взяла 37-го размера, так как у меня есть уже трое туфель из Фаберлика, я знаю, что 37 мой, хотя я ношу 37,5, вот, да, 37 идеально мне подходит, 38-й большеватый. Заказала вот эти серебристые туфли, которые безумно долго ждала, прям вообще хотела у всех девчонок есть. Они очень модные, актуальные, они подходят под всё, и можно носить вообще яркие на выход. Ну, короче, универсальная обувь просто для фотосессий, для ходьбы, ну, я не знаю, я просто настолько в них влюблена, и увидела, что они в Фаберлик есть, сразу же себе их заказала. Но 37-й размер оказался, знаете, ну, как-то плотновато прям сидит, в отличие от других туфель, которые у меня есть 37-го размера, именно Фаберлик. В общем, я как сделала? От того, что заказ приходит быстро, да, в течение двух недель я могу вот так вот, взяла, например, туфли, померила, да, что-то мне не подошло. Я иду в пункт выдачи, да, и просто их отдаю, и мне просто возвращают на счёт деньги, вообще в тот же день вот возвращают. И я как сделала? Я думаю, не буду их отдавать, это вам лайфхак, да, не буду их отдавать, мало ли, потому что размеры очень быстро заканчиваются вот этой модельки, ещё золотые есть у них там. И я, в общем-то, как я сделала? Я взяла, заказала ещё одни туфли 38-го размера, они буквально через 2-3 дня уже приходят на пункт выдачи, смотря как у вас там работают, да, пункты выдачи. Я пришла, взяла с собой эти туфли, померила 38-й, померила 37-й, всё-таки поняла, что 38-е у меня большие, оставляем 37-й, в любом случае, это туфли, их нужно немного разносить, да, но они просто плотно сидят, мне прям 37,5 было бы, наверное, идеально, но у них 37-38. В общем, я решила оставить эти туфельки, а 38-е отдала, и в этот же день мне зачислили деньги вот с того нового заказа. Короче, девчонки, возврат, и вот это всё дело очень просто в Фаберлик, и я просто хотела поделиться, что если кто-то любит вот такое, да, и мне кажется, у каждой девушки вообще должно быть эти туфли, моя любовь, любовная, вот такие новенькие у меня есть. Ссылку на Фаберлик оставлю, так что можете посмотреть, там очень много новинок постоянно, очень много крутых всяких вещей, а, вот сейчас ещё покажу. Вот такая штука, мешок, я вам показывала на втором канале, просто я почему здесь дублирую, на главном канале, вот кто не смотрит мой второй канал, у меня отдельные распаковки, там Фаберлик есть. Вот такой мешочек, термо, это просто находка, так я вам на фоне трусов, да, показываю, просто находка. Сейчас вы, ко мне недавно приезжал Ленок, и я ей говорю, ну, мы сделали мясо, и я говорю, давай сделаем там картошку, или не помню, в общем, что-то мы готовили, да, и я говорю, давай сделаем картошку, запечём в мешочке, запечённую картошку в микроволновке, очень быстро. Она такая, а сколько она варится? Я говорю, ну, не варится, а запекается в мешочке. Я говорю, ну, минут 5-7, там, говорю, да, если мы 3 штуки большие положим, там, минут 7 будет готовиться. Она такая, а, так быстро, я хотела сказать, давай, чтобы быстрее сварим. Говорит, ну, мне прям интересно. И она попробовала картошку, реально очень вкусная получилась, да, она говорит, ты просто, говорит, каждый раз для меня открываешь что-то новое. Так что вот этот мешок очень крутой, я в нём грибочки, картошка, я не знаю, помидорки, кукурузу можно делать. Обалденный, и реально очень быстро, на скорую руку, прям раз-раз, и всё. Тут ещё хлебушек можно даже, свежий, чтобы был. В общем, кто не знает, она стоит вообще недорого. Кладёшь сюда, а, и вот я её стираю в стирке, вот уже второй раз стирала, видите, она как новенькая, хорошо выглядит. Просто кидаю там на 15 минут, она ополаскивается, и всё, как новая, вот, беленькая. Крошки мои, прошло пару часов. Что я делала? Сначала я пришла, и как-то одиноко, и дома делать нечего, и сижу такая, включила сериал свой, потом думаю, ну чё я сижу, время зря трачу. Зашла, выставила видео сейчас на один канал, на второй канал, поотвечала на комментарии, ну, это часто занимает много времени, и бывает прям просто нет времени отвечать на комментарии. И вот сейчас раз ответила, всё, сейчас встала, сейчас уже 10 часов где-то, вот, я думаю, что сделать? Искупаться, помыть голову в конце концов, да, потому что я что-то, пока гости были, пока то всё, и вот сегодня утром встали уже, и, наверное, прям сейчас помою голову. И я думаю, сейчас, ну, когда уже за Денечкой пойду, мы сразу, наверное, поедем после обеда, он пообедает, и мы сразу поедем в торговый центр, нам нужно взять чешки купить, нам нужно, о, сандалии хочу ему какие-то новые посмотреть, потому что 25 размер, по-моему, ему они уже впритык так плохо там по объёму даже ноги залазят. Короче, надо какие-то кожаные босоножки ему новые посмотреть, в которых ему удобно там будет заниматься. Вот, ещё бы я ему нижнее бельё купила бы новое, что-то оно так быстро всё затирается, и носки можно взять новые. Носки у нас всё время разбросаны по всей квартире, Милка таскает их, постоянно разбрасывает. Вот, в общем, вот так. А вообще такое ощущение немного, ты как бы не знаешь себя куда деть. Просто когда ребёнок дома, ты всегда думаешь о ребёнке, и параллельно в этот момент ты вклиниваешь свои какие-то дела. Это уже какое-то естественное состояние, и когда раз, и такая, блин, а что я должна делать? Растерялась. Пойду, помой голову. Та-дам! Просто даже не расчёсывала волосы, сейчас они подсохнут как следует уже, да, зафиксируются, и я подсушу. Своим феном сушила, и сначала просто посушила, а потом смотрю, они прикольные волны получаются, и я взяла вот эту насадку и просто вот так вот как следует засушила. И вот, пожалуйста, объём классный. Наверное, сегодня так похожу. Надо видео какое-нибудь снять с такой прической. Ну что, мои хорошие, так пытаюсь это сесть, чтобы прям на меня не падал этот свет жуткий. В общем, забрала я Дэньку. Вон он он. Не понял, что произошло, да? Ты был в садике? Тебе понравилось? Ну, в общем, говорит, понравилось в садике. Ну, я заметила, что многие дети, которые выходили, они выходили какие-то под впечатлением. Ну, во-первых, там говорят красиво, вот, фотки должны нам выслать вот в общую группу. Сегодня всё поузнавала, говорю, вот так, вот так. Ну, в общем, в связи с пандемией мы не можем делать собрание и проводить нам экскурсию. Она говорит, могу фотки вам скинуть, меню буду скидывать, да, ну и план расписания, вот, что они делают в течение дня. Сегодня они успели и в музыкальной позаниматься, и погулять даже успели. Вот, кушали, но говорят, Денька плохо кушал, и, говорит, сегодня он, ну, говорит, будем долго привыкать. Она сначала так сказала, я говорю, ну, в смысле долго? Я знала, что он придёт, то есть, представьте, да, ребёнок не встаёт под будильник, всегда встаёт тогда, когда он хочет, и встаёт дома после, ну, вот год, да, уже, ну, 8 месяцев, 9 последних. Соответственно, тут он встал под будильник, вообще не понял, что, куда мы идём, с просони, да, потом куча людей, куча детей, куча мам, что-то его забирают, все на суете, он вообще не понял. Естественно, у ребёнка такой мини-стресс какой-то, и, естественно, я понимала, что он будет себя вести и присматриваться вот так ко всему, он у меня в этом смысле такой, ну, не так, чтобы, знаете, ну, вот, вот, мама привела, отвела, если бы я где-то стояла, может, рядом, хотя нет, это утро, а он вообще, утром он не понял вообще, это утро. Короче, что-то было не под контролем под его, да, и когда я пришла, я, соответственно, понимала, что он будет на меня смотреть, и со спросительным знаком, со спросительным, да, типа, что произошло, где вообще я был, и вообще, что к чему, и как надолго, и как часто это всё будет происходить. Вот, и он пришёл, такой увидел, у меня такие глазки обрадовались, такой, прям, такой обнимают меня, и такое, вот, такое, знаете, расстроенное лицо такое, ой, мама, что-то такое, типа, было вообще, вот, ну, я разговариваю с ним, говорит, кстати, понравилось, и завтра пойдёт, я говорю, давай всем пока-пока говори, он сказал пока-пока, говорю, скажи, что ты придёшь ещё, я приду ещё, то есть, если, ну, бы не понравилось, он бы сказал, нет, не приду, не хочу, не нравится, то есть, вот так, но сказал, нравится, вот, воспитательница с обеими познакомилась сегодня, всё хорошо, я только не поняла, может, что перепутали, с какой воспитатель заболела, я не поняла, потому что пришла одна, которая в группе состоит у нас, она назвала своё имя, да, она в группе, я говорю, а сказали нам с утра, что заболела воспитательница, она такая, это не я, это другая, я говорю, ну, как вторая, я поняла, что, и тут вторая спускается потом, и так, и она назвала своё имя, я поняла, что это две наши воспитательница. Я не поняла тогда, кто заболел. Не, ну понятно, что если бы болел воспитатель, то вряд ли бы и пустили, наверное, к работе. Может быть, перепутали что-то вообще про другого воспитателя, имели в виду. Не знаю. Короче. Вот. Вроде все хорошо. Ну, пока вот такая ситуация, да, у нас эпидемиологическая. Будет пока что все так, вот, в режиме онлайн. Вот. Ну, в общем, я говорю, давайте попробуем 3 дня так походить до обеда, а в четверг попробуем оставить мне целый день его. Она говорит, ну, не знаю, типа, как. Ну, судя по тому, как он вот адаптируется, мне кажется, неделю надо будет как минимум ходить до обеда. Я говорю, ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, как бы он должен быстро адаптироваться. Тогда он тоже прям плакал сильно-сильно, когда я его в садик отводила. В первый раз, давно еще. Но уже через 3 дня он уже на полный день ходил. Ну, как бы, без проблем. Он привык, он понял, что вот, детки, мама приходит, забирает. А тут он даже не поймет, мама заберет. И когда вообще, и кто все эти люди. Вот. Сейчас мы едем в торговый центр. Так как он ничего не ел, я возьму ему любимый блинчик, чтобы он как следует поел. И нам надо купить чешки. Сандалии сказала, пока брать не надо, никакие вроде нормальные. Ну, ладно. Надо взять чешки и надо взять кофе. Вот это два главных... Два главных вещи. Я не русский. И, короче, мы едем. Так, сегодня я выгляжу вот так. Маску вот это все портит. То ли чокер, то ли шарф ты одел, да? Так решила такое украшение взять. Сумку вот сюда, конечно, коричневую. И я думала ремень коричневый, ну, не стала все переедывать, перебирать. Вот, короче, вот так решила сегодня одеться. Но в этой обуви мне, честно говоря, холодна. Так что... Так, экспериментал был сегодня. Сегодня экспериментально оделась. Пошли, зайка. Так, пришла в детский мир. Смотрите, какое огромное количество чешек всяких разных. Вот у нас были вот такие вот садики. Я помню. Даже нет, вот какие-то гладкие, простые такие. Вот. Сейчас мне надо выбрать. Вот здесь золотистые, белые, черные. Наверное, черные чешки, да, нам надо взять, я думаю. Они еще, смотрите, с сеточкой. Ну, как раз для помещения, чтобы не жарко было, да? Или вот такие. Чтобы я разбиралась, какие лучше, представляете? А вот еще какие-то чешки. Вообще тканевые. Ничего себе. А это кожа натуральная, наверное. 399 рублей такие стоят. Но они только... А, нет, вот в черном цвете. В общем, сейчас буду выбирать. Так, из всего многообразия я взяла вот эти чешки. Вот те, которые натуральная кожа. Это были какие-то не чешки, а на балетке вообще. Ну, похоже, короче, знаете, как эти балерины танцуют. И самые прикольные вот эти были. 27 размер. Я так понимаю, чешки впритык должны быть. Вот они прям впритык. Ну, мягенько. То есть там не выпирает сильно палец. Я так понимаю, что они должны быть. 28 просто вообще большие. Вот. И перчаточки вот такие взяла. Рука так выросла. Все варежки, которые у нас были маленькие. Здесь вот 349 рублей. Две пары сразу. Вот. Короче, иду. Зашли в детский мир. И Денечку без подарка не оставили. Да? Скажи, раз в садик у меня такой вот день стресс, бонусы мне, пожалуйста. На самом деле он возле нее остановился и начал сидеть, ковыряться, что-то там перебирать. Это, в общем, это, считать. Считать, что-то рисовать. Все. Ну, еще покажу потом, что брали. Там в детском мире в Мазарке зашла. Ну что? Понакупили кучу всего. Позвонила брату. Ну, я прям наслаждаюсь этой укладкой сегодняшней. Я буду так чаще делать. Кому интересно, кстати, пишите под видео. Я могу даже снять видео отдельно, как я делаю эту укладку. Она вообще 3 секунды делается. Вот. В общем, Денька грезит уже неделю. Настя, 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 хочу к Насте. И сегодня я говорю, День, давай брату, говорю, забирай Настю пораньше с садика, приезжайте к нам. Как раз они приедут, потом вечером уедут, и мы ляжем спать. И завтра снова в 6.30 подъем. Все, уходим. Вот такая вот, Денечки, игрушка новая. Смотрите, значит, здесь у нас достается, на шнуровочке не потеряется. Здесь мы рисуем. 6. Да? Это я левой рукой в другую сторону 6 нарисовала, да? А здесь вот такая штучка. Она раз. Короче, в детском мире по акции вот эта штука 750 рублей, по-моему, стоит. А так 2,5 стоила, представляете? Можно сердечко нарисовать левой рукой. Слушайте, классно, я хорошо рисую. Вот это вот классное. А то я, знаете, ну, качественное, да? Вот фикси, по-моему, похожая есть, но там такая, она прям дряблая вся. В общем, здесь можно складывать. Ну, например, прибавить. Нажимаем сюда. И нам нужно 7, там, прибавить 9, я так понимаю, да? И нужно угадать, сколько будет. Можно вот так что-нибудь считать. Ну, короче, такая. Ну, все. А здесь я не знаю, еще инструкции особо. Что-то я не нашла. Хотя я и не искала. В общем, всякие смайлики разные. И вот они тут гоняются. Такие счеты. Так, еще что я купила? Я купила сосиски, хлебушек. Так, на пол выставлю сейчас все. И потому что немножко покупок было. Вот еще взяла вот такие манго-берри, каканут. Не пробовала ни разу. Ну, возьму, попробуем. Как раз Виталий в гости приедет с Настеной. Вместе попробуем. Ну, бананы взяла. Взяла вот такие вот с кожей цыплята-бройлер. Бедро с кожей. Сейчас хочу запечь со своим новым соусом. Попробовать, что будет. И взяла вот такую активия. Вот я добавляю сюда. Нашла клетчатку в пятерочке на доставке. Это я там на втором канале рассказываю, показываю, какая она. И вот прям добавляю столовую ложку и кайф. Что это за темное пятно какое-то тут? Непонятно. Мила? Ну-ка, брыньки свой носик. Так, а еще что я купила Дэнни? Значит, в Мазарке я купила ему трусы. Три штуки. Стоят они 1200 рублей. Обещали, что классный у них трикотаж. Типа не катается, ничего. А то сегодня я одевала малыша. И вот просто мама сидит, на тебя смотрит, а тебе хоть бы хны. Смотрите. Могу из второго счастья. Это вот про вот эту девку. Ой, что-то онюхала. О, мою. Короче, попробую их трикотаж. Потому что, да, сегодня я Дэннику собирала. И смотрю, что у одних там дырочки какие-то маленькие. Другие катышки какие-то появились. Третьи уже застиранные. На четвертых пятна какие-то не отстирывающиеся. Короче, ну, то есть я из чистых смотрела. И думаю, гля, что это они у меня чистые. Но все с косяками какими-то. Так, вот моя любимая. Кофе. Орех макадамии взяла. Одну штучку. Так, это я взяла себе перекусы. Это без... Ой, наглая, ой, наглая. Мама занята. И смотрите, смотрите. Вот такие, короче. Ну, вот этот миндаль я пробовала вроде вкусные. Вот это тоже вкусные. Арахис ешь сейчас уже не употребляю. И вот такое я не пробовала. Это тоже вроде вафелька, сказали. Попробую. Короче, это без сахара, протеиновые вафли. Так, из того же... А, шнурки. Это там для одного костюма я взяла. Перчаточки вот такие я показывала, наверное. Да, две пары здесь. 350 рублей. Так, чешки вот эти я взяла. Вот 27 размер. У нас, ну, прям притык на 27. Нога растет неимоверно быстро. И вот с чем я буду готовить. Сейчас еще раз покажу. Буду готовить. Видите, без добавления сахара, без ГМО, низкокалорийный соус карри. У них же, знаете же, почему вот эти соусы не рекомендуются там на сушке или еще что-то. Именно потому что там в составе сахар находится, и они такие калорийные получаются. Вот второй взяла вот такой вот. Здесь горчично-медовый. В общем, сегодня с карри хочу приготовить. Вот этот вот. А с горчично-медовым потом. А вот эти соуса, кстати, где-то под 300 рублей. Да, по 300. Так, девочки, смотрите. Нарезала три карташинки и пять кусочков вот этого. Оторвала кожу, кстати, чтобы с соусом... Ну, потому что я переживаю за то, что если я на кожу намажу, а потом я кожу снимаю все равно, когда приготовлено, и получается весь самый смак, весь соус вот этот как бы убирается, да? Ну, использовала немного соуса, видите, осталось. Чуть-чуть посолила, еще добавила вот такой чесночок. Надеюсь, не испортит. Ну, все, в духовочку отправляем на 40 минут на... Сколько там? 200 градусов. А смотрите, кто у меня в гостях. Красавчики. My family. Настена, привет. Привет. Ой, здравствуйте, я тут занята. Ты разобралась, как играть? Да, разобралась. А вот здесь рисовала? Да, рисовала. А вот здесь стирать, видела? Да. Молодец. А вот это прибавлять, знаешь? Да. Нажимаешь на кнопку 6 плюс 5. Сколько, ты знаешь? 6. Давай, вас там учили как-то, да? Да, ну давай. Давай. А ты знаешь, как они вот это... 5. То есть, подожди, я не знаю. 1 плюс 7, значит, посчитай. 1 плюс 7. 1 плюс 7. Я не могу. Ну давай, 7 плюс 1. Это легко. Она мал, мелкие пока цифры, не полагает. 1. Я, кстати, видела, что как-то делают большие цифры, типа 25 как-то. 8. Молодец. 3 плюс 7 Да, у тебя это легкая рука 8 плюс 3 Так, вот что у нас получилось Сейчас буду пробовать, поделюсь Ну что, мои дорогие, время пол восьмого Виталий уехал с Настей Побесились Настя с Дэней Покушали мы Получилось достаточно вкусно Единственное, что я не посолила Мне показалось, что соус соленый Но я посолила совсем чуть-чуть Надо было нормально посолить Чеснок ничего не испортил Все достаточно вкусно было Единственное, что Наверное, можно было бы не снимать Эту кожуру Хрустящей корочки не получилось Я ее и не планировала Но, в общем, можно было Кожу оставить Чтобы не засушилась верхняя часть Короче, у нас с Оленочкой Получилось вкуснее, мне кажется Виталий сказал, что очень вкусно все И ему очень, кстати, понравился чай С фикс прайса Вот этот вот Сейчас я вам покажу Вот этот вот Кто не пробовал, обязательно попробуйте Добрый вечер Попробуйте Добрый вечер называется Он здесь из трав Здесь 20 пакетиков пирамидок Называется восстанавливающий Чай черный с травами И здесь травы разные Черный чай, индийский чай Осам Шиповник Плод Роза Цветок Земляника Лист Зверобой Шалфей Чебрец Лаванда Смородина Лист И реально, ну Вкусно Такой состав у него Вот Больше ничего Реально вкусный У меня в Италии прям Три кружки большие выпил Полтора литра где-то этого чая Говорит, прям чай классный заходит Вот Успокаивающий такой Ну и я тоже вот пью И прям хорошо Ну и что Наверное буду заканчивать Сегодня влог Сейчас Данька купается И считайте мы Ну он с 7 часов Ну считайте с 7 часов Да, мы на ногах Естественно мы Посуда уже помылась Открылась посудомойка В общем сейчас пойдем Сейчас я его искупаю Быстренько кое-что сделаю Что мне там надо Для видео на завтра Да, чтобы были подготовлены И все И пойдем спать И я думаю, что вместе с Данькой Усну Ну что, мои хорошие Не удалось мне в 9 часов Укладываться спать Сейчас ровно 10 Все Я уже все везде повыключала Данька в туалет Все Ложимся спать Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok